Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, такая честь для меня У меня все прекрасно Спасибо, что позвали Думаю, сейчас будет очень весело и интересно Весело и интересно было, между прочим За кулисами К сожалению, бэкстейдж мы не подсняли Но все равно, расскажи, пожалуйста, как проходит твое лето Прошло, точнее, уже Потому что все-таки новая амплуа Новая стезя для тебя Не менее интересная, я уверена, чем в спорте Но все-таки Ой, ну... Лето перемен, так сказать Ну, вот за последний август как раз-таки все поменялось Так Сверх Просто на 180 градусов Мне очень все нравится Я набираюсь опыта Работаю там Как помощник тренера Как просто куда-то приглашают Программы, не программы Сейчас вот учебный год Одиннадцатый класс Ну и как тебе дается вообще одиннадцатый класс? Ты была отличницей, да, до какого-то класса, если я не ошибаюсь? Десятого Ну, потрясающе Вот, учитесь, понимаете? Это все стереотип, что спортсмены глупые люди Это неправда Даша, расскажи, пожалуйста, как учиться на дне пятерки? Очень сложно До девятого класса Очень нервно Ну, пока маленький, еще как-то так нормально Сейчас уже безумно тяжело, поэтому я не отличница Но ЕГЭ намерена прям сдать хорошо И куда ты поступаешь? В РГУВК? Конечно Да На тренера Ну, почему? Ладно, это мы и режем Все нормально Про учебу уже много слов было сказано И нашими коллегами Есть более интересные темы, которые хочется обсудить Но в любом случае я не могу не затронуть тему, скажем так Прекращения твоей спортивной карьеры Хочется расставить все точки над И Четвертый этап гран-при Токио Падение на разминке Диагноз читать придется Потому что я это не выговорю никогда в жизни без бумажки Отрыв связки внутренней мышцы Правой ноги в зоне Тазобедренной кости Все так Это смешно Прости, даже я что-то смешное сказала сейчас Нам предлагали просека Мы его не пили Потому что мы за ЗОЖ Мы спортсмены Так вот Блин, Даш У нас тут должна была быть другая эмоция Ты издеваешься Я должна сейчас Играть на минорную ноту Понимаешь? Для меня это смешная тема Ну хорошо, ладно Сейчас мы уже вспоминаем об этом с улыбкой Я рада, что ты можешь спокойно на эту тему, я так понимаю, говорить Вспомни свой выход на шестиминутную разминку Вспомни тот день Потому что я уверена, что у спортсменов Вот эта чуйка, она развита очень хорошо Наверняка в день соревнований В день выхода на лед Ну что-то ты чувствовала, что что-то не то Или я ошибаюсь? Не, ну понятно, чувствовала Но всегда же думаешь, что Обойдется Все будет хорошо У меня даже когда Ну я там на шестиминке чувствовала уже все равно боль И у меня мысли были только в одном Это как сейчас эмоции выдавать в программе Вот она Серьезно Она была актрисой Ну типа чтобы в программу, да, вот все было Вот образ И я думаю, блин, надо как-то эмоции выдавать по сюжету программы Подожди, ты об этом думала во время шестиминутной разминки? И до Хорошо Случается падение? Вот вроде я все помню Вроде как-то сложно сказать, что думала Я думала, ну во-первых, как больно Во-вторых, что, ну я не знаю даже Наверное, какая-то доля надежды была Как бы, но разум понимал, что нет Потому что, ну как бы Что-то такое чувство, когда это случилось Было не самое приятное Вот Потом уже, когда я понимаю, что мне сложно встать Я уже все понимаю абсолютно И Каким-то образом я доковыляла до бортика Ну это там болевой шок, наверное Это все такое Вот Потому что потом я уже как-то так двигаться И Подвигать ногой не могла особо Есть информация о том, что Еще до поездки Тебе было тяжело даже по лестнице подниматься Так ли это И Ну Как-то помогали тебе, не помогали Справляться Конечно, помогали совсем И Это правда? Давай начнем с этого Это правда? Ну, не то, что я там не могла подниматься И Ну, какие-то боли там Может и были Но В любом случае это Ну, спортсмены привыкшие к этому так В целом Просто что-то это там Более-менее нормальная история Что-то нет А что-то ты уже не понимаешь Что-то не нормальная история Потому что привык, что это нормальная история Вот Ну, естественно, помогали Всякие Какие-то физио, не физио Вот Всякие такие лечебные вещи делались Но вот как-то Не помогло Ну, что-то я запуталась, честно говоря Вот так обтекаемо ты ответила на этот вопрос Ну Не то, чтобы Прямо как бы Тяжело было Но Ну, было или не было? Ну, больно Больновато было, да Ну, не прям что бы То есть в прыжках-то может быть Но А по лестнице подниматься? Ну, не прям, нет Я не могу так сказать, что мне тяжело было по лестнице подниматься В свое время Общаясь с наиболее перспективным фигуристом группы Этери Тутберидзе У нас речь зашла о том, что он мог повторять прыжки 60-70 раз подряд на тренировках Было ли у тебя такое? Вот действительно ли проходит так тренировочный процесс? Что вот мы долбим прыжки до тех пор, пока там не получится идеально несколько тысяч попыток и так далее Или как у тебя это проходило? Ну, не знаю, может быть с четверными это так Ну, у меня не так было То есть, во-первых, я не считала Я не думаю, что там прям 60-70 прыжков Слушай, ну как сказал, знаешь, не могу врать Да, ну вот мне вот кажется, не так Но Ну, как у меня это было То есть, если прокат, то пока чистый там не будет Но это не только у меня, это у всех А так, ну Пока не катаешь связки, накатываешь в программе Ну, то есть первая половина произволки Или вторая половина, там, три прыжка собираешь Ну, с переходами из программы А какая была физическая нагрузка во время подготовки к этапу? Это стандартная Где-то нагрузка уменьшалась, естественно, если боли были Там где-то опять возвращалась Ну, то есть в целом по физической нагрузке как бы так, как более-менее комфортно было Ну, то есть и для соревнований, но и без, не убивалось там Ну, хорошо, давай, блин, ну хочется конкретики, понимаете, Дарья Хочется конкретики Вот мне лично очень интересно узнать, как у одного из топовейших спортсменов группы Этери Тутберидзе, а в свое время проходила подготовка Вот ты выходишь на лед, первая тренировка, там, за неделю, допустим, до поездки в Топин Да, ничем не отличается, то есть, как всегда, у нас утром короткое, вечером произвольное И все, ну, нет такого, что сейчас соревнования, мы все меняем под соревнования Нет, ну, там, может быть, индивидуально что-то меняется, если там опять же что-то болит Или наоборот, если спортсмен сильно там уставший как-то Или наоборот, что нужно сейчас дожать к соревнованию Ну, то есть индивидуально У меня вот все как обычно Прокат не получился, перекат Прокат получился, все, иди там Целиком? Да И сколько, вот твой максимум, сколько раз тебе приходилось перекатывать? За всю жизнь? Ну, давай, да, хорошо Одиннадцать произвольных Что, прости? Я сама в шоке Одиннадцать произвольных? Подожди, и на какой раз? Ты на одиннадцатый раз откатала это все чисто? Ну, там, да Ну, не то, что бы Там уже сжалились Это в юниорский сезон было Ну, у меня было вращение, которое я постоянно валила Ну, ребро в кольце Мне оно сложно давалось То там что-то лезвие больно застрянет То в следе каком-то То еще что-то Ну, короче, то оборот там не докручу И чтобы я его делала Мне надо было переделывать все Все То есть из-за вращения можно было перекатывать в произвольную программу? Ну, потому что такая больная тема, да, была моя И вот, чтобы я его наконец-таки начала нормально делать Такой урок А он был в конце программы просто Блин, слушай, как обидно Да Господи, это я боже Сколько можно? А из-за того, что ты еще подходишь Это сейчас самый ответственный момент А в такие моменты все идет не по плану Из-за того, чтобы маленькая утром вышла все нормально Вообще, ничего не болело Мышцы, вроде бы, как будто бы и не было нагрузки Ну, ты не думаешь, что вот как раз-таки из-за Таких методов подготовки Вот это перекатывание по 11 раз программы за вращение Которая стоит в конце Потом, к сожалению, происходит Зато ты спокойна в соревнованиях Была ли ты спокойна на этапе гран-при? Ну, это юниорский сезон был Ну, это же все накапливается Ты сама понимаешь, что все травмы имеют накопительный эффект Это да Ну, тогда ее и в помине не было Вот Ну, там маленькая была, там Здоровая, легкая Сейчас Даша очень много лет Целых 17 Вот, мы вспоминаем Добрый вечер, это бенефис Мы вспоминаем годы молодости Дарья Хусаченко Я вижу слезу скупую на ее лице Давайте не будем Да Но я все-таки хочу вернуться к той истории Про которую начинала говорить Так вот Не называй имен Спортсмен 60-70 повторений И у него очень сильно перекликается история с твоей По причине того, что ему тоже пришлось Ему, ей Это важно Пришлось тоже завершить карьеру По причине падения на соревнования То есть во время выступления И складывается такое впечатление Что вот как только происходит Какая-то вот такая трещина Между наставниками и спортсменом Который уже в силу очевидных причин Не может показывать максимальные результаты Тренерский штаб Как будто немножечко, знаешь, так На второй план его отодвигает Начинает заниматься более перспективными спортсменами Которые прыгают там Какие-то сумасшедшие квады Триксели и так далее Как ты считаешь? Вот Ты столкнулась с тем же Было ли такое же отношение? Чувствовала ли ты это? Да в целом я не могу сказать, что такое чувствовала Потому что Много внимания было со стороны тренеров В плане, то есть как здоровье То есть я Меня часто отправляли на Ну в ФМБА На вот эти всякие реабилитации Там я целое лечение проходила Сначала мы очень Ну по рекомендациям врача Очень плавно к этому подходили К прыжкам Ну то есть Я еще Ну типа два года Или сколько там Полтора года я там условно почти не прыгала Или год я уже не вспомню И ты такой На таком энтузиазме Думаешь, сейчас я пойду прыгать И я прямо начинала сразу Луцы, флипы Оно с больной ноги Луцы, флипы И я помню, например Ну Сергей Викторович такой Потише, поспокойнее Тихо, тихо Тихо, тихо Ты сейчас типа на Ну мышцы-то На той ноге были Можно сказать атрофированы Там много сидела Просто там Она прям визуально меньше была Подожди, прости Я тебя переведу Это ты про какую травму сейчас говоришь? Ну мою То, что вот как раз В Японии было Случилось Но мы говорим про тренировки до А, про до? Про подготовку А я про после Девочки Ладно, хорошо После Ну в целом Нет, и то тоже Ну то есть Когда ты там приносишь Показываешь У меня вот это, вот это То нагрузка там Либо с этой ноги Полностью там убирается Либо мы наоборот сидим Ждём пока залечим Да, там параллельно ходим На лечение Вот эти все вещи Вот Ну где-то закачка требуется Ну всё Зависит от травмы Но В целом-то у меня и не было такого Что перед Японией Если мы говорим В периоде перед Что я там была уже больная И как будто бы на второй план Там-то как раз таки Я шла в боевой форме А после? Ну после После меня долго не было на катке И когда я уже возвращалась То есть я очень долго просто скользила Долго вращалась Просто Я помню Это была Что это было? Март, наверное И как раз шоу у нее У Этри Георда начинались И она Я ни на что не рассчитывала Думала Что я не прыгаю Только вернулась на лед И она мне такая Так Что ты вращаешь? Давай Вот это вращение собери Вот это вращение собери Поедешь без прыжков Ну и вот это было здорово Что Во-первых Как публика принимала Вот это Вот эти шоу Очень сильно Мне помогли И морально Хотя мне не сказать Что прям плохо было Но они вот прям Воодушевили Потому что вот Как встретили Они как там Аплодили Как мне представляли Что там Долго готовилась Вот Ну и сложно было Все равно Конечно Даже Ну это не прыжки Вращение Но все равно сложно Просто растяжка А я вся Немножко подзадубела Там эти бильманы Вытаскивали Ну да Очевидно Да Ну в целом Вот в это время Все было прекрасно Да Следили Чтобы ничего Лишнего не было Чтобы Все Хуже не сделать Опять же Постепенно Планомерно Вот Для Для здоровья Не хуже сделать Смотри Тогда почему Так резко Обрывается Вот эта вся история Которая вроде Постепенно Начала набирать оборот Ты в шоу Ты вроде набираешь форму Все хорошо А потом Ну как-то раз И Дарья Усачева Занимается тренерской деятельностью Да я вот В какой-то момент Это тоже все С тренировками Осознала А это Ну начинался уже Период Когда я короткую Старую накатывала Старалась накатывать Вот И я так чувствую Ну так катала Катала Понимаю что Ну короткую Я там накатаю Представляю Как я буду ткать произвольно А я умираю Я думаю Блин Ну Сейчас вот Мне восстанавливается Но опять же Вот как я и говорила Я вот чисто здраво Адекватно Оценила свои Какие-то возможности Именно в спорте Профессиональном И поняла Что наверное Все-таки нет Я люблю кататься Я буду кататься Как мы уже говорили Для публики В шоу Вот И Заниматься тем Что вот В данный момент Мне было ближе Как-то вот По душе Что мне больше Хотелось Вот Ну и плюс Такой год Что Эти ЕГ Поступление А мне вот Мне и маме Тоже очень важно было Чтобы я хорошо Все сдала Поступила Вот Плюс Ну у меня еще просто Были мысли Не на Ну в два вуза поступать Получить потом Второе образование Здраво Здраво Не Спортивное Опять же Вот И поэтому Такое решение Приняла Но я вообще О нем Ни капельки Не пожалела До сих пор Только наоборот Узбеждаюсь Что вот Как это Модно Говорит Прислушивайтесь К своему сердцу Ну на самом деле В этом есть правда То есть Можно уже С уверенностью Сказать о том Что Даша Усачева Завершила карьеру Ну наверное Сейчас да Я не думаю Что я все равно Там через год Вернусь На соревновательную арену Нет Ну вот Да В шоу Я очень хочу кататься И Мне нравится Именно выступать Выступать для публики Показывать программы Эмоции Там Кататься Я сейчас часто Импровизирую Там на льду Просто включая музыку Мне это в кайф То есть Я прям от этого Получаю настоящее удовольствие Выходить на лед И что-то там Придумывать Катать Мне кажется Что ты человек Который Любит внимание И это Как мне кажется Нормально По причине того Что все спортсмены Привыкшие К большому количеству людей Публики Фанатов Фанатской любви Просто не могут Уже жить по-другому Вот сейчас Ты Переходишь В другое Предстанешь В другом Амплуа Это человек Который Ну стоит Скажем так За бортиком Как Ты Собираешься Думала ли ты об этом Поддерживать Вот этот самый Хайп Оставаться на слуху Но уже Будучи Тренером Хореографом Постановщиком Даже не знаю Я об этом Честно говоря Не думала А если подумать сейчас Ну вот я Не тот человек Который будет Создавать какие-то Инфоповоды Для обсуждений Ой да ладно Ну по крайней мере Я так сейчас думаю Ну то есть Мне достаточно Ну сейчас Опять же По крайней мере Того Что выкладываю в соцсети Там на это Как-то реагируют Делюсь какими-то Своими успехами Событиями И так далее Вот мне как-то Этого пока достаточно Но вот что-то там Хайповать Ну вот Пока таких мыслей Не было Ну смотри Ну ты же понимаешь Что в любом случае Да Сейчас люди Помнят Знают Поддерживают Дарью Усачеву Которая буквально Там два сезона назад Выступала Блистала на соревнованиях Но время будет идти И естественно Поколение Будет сменяться Фокус будет уже На других спортсменах Вот как Ты думаешь Вообще Важно ли тебе Оставаться на слуху Или Ну Я сделала 90% Из того Что могла В своей карьере И как бы Я довольна Абсолютно тем Статусом И положением В котором я нахожусь сейчас Не я довольна Это 100% Я не могу сказать Что вот это вот Оставаться на слуху Это для меня самое важное Безусловно Это было бы там Приятно и здорово Если говорить про хайп Вот тем что я Вот это вот все сделала Ну это же тоже Сложа своего рода хайп Ну Ты про Про уход Про переход Там в тренеры Ну Все так на слуху Вот Даже я заметила Там Вдруг По основной Подписчики прибавились Я думаю Я ушла Люди объединяют Общее горе Ну вот И как-то Ну я не знаю Все равно Я же Не собираюсь Просто вот Там тренера Что-то Кого-то Что-то там Говорить И все Ну все равно У меня какие-то Есть амбиции На будущее То есть я сейчас Хочу на это Ну заработать Опыт себе Вот за этот По крайней мере Год Получить образование И идти прям Не просто Так же ровно А вот прям в гор Ну то есть Я вижу что В целом у меня получается Там обратная связь И Опять же Я уже говорила Что я не хотела Никогда быть спортсменом Ой Тренером Спортсменом Ой Ой Нет Нет То есть То есть Люблю фигурные кота Ну тренером Не хотела быть никогда И опять же Сейчас у меня Прямо появилось Желание Что там Создать Код спортсмена Научить То есть не готового А вот прям Научить Ну не с нуля Но тройным По крайней мере Двойным И вот И довести До какого-то уровня То есть для меня Это сейчас Интересно И даже с какой-то стороны Наверное как вызов А смогу ли я Вот Ну хочется тебе пожелать В любом случае успехов В тренерском поприще Мне почему-то кажется Что у тебя получится Если наблюдать За своими социальными сетями Мне понравилась Недавно была Публикация Там stories В одной Социальной сети Там До Прошло там 10 минут 20 минут Что-то такое Ты выложила После Девочка прыгала Дупель по-моему Да Три дня Что за фантастика Расскажи Расскажи нам Поделись секретами успеха Ну просто Меня когда позвали на неделю Я так еще смотрела Ну мне скинули Как всегда видео Что девочки сейчас прыгают Как То есть оценить ситуацию И все такое Прости Позвали куда на неделю Нижегородская область Это была Вот И я так думаю Я там Вот эту технику Там дам Да Расскажу Покажу Там сама Что-то на своем примере Показывалась Просто прыгалась там опять Вот Разбирали прям По видео Детально И когда она Ну здесь девочка Прям Видимо Очень хорошо поняла Что я ей пыталась Донести Это у нас была Индивидуальная тренировка После всех групп Мы там все разобрали Просто пошагово Разжевали Просто проглотили И она каким-то образом Вот реально поняла То есть это не тот случай Когда Объяснил человек там Ребенку И все то же самое А реально она поняла И она заходит на прыжок После этого И делает уже Ровный Вкрученный То есть это не когда Полоборота вперед Выбегает из прыжка Ну да А вот прям Вкрученный ход назад И я такая Вау Как-то это так быстро А реально Ну минут 15-20 прошло Вот И она это запомнила телом Мы это там Еще 2-3 дня понапрыгивали И она сначала Начала уже в ногу Ну С ноги Падать уже А потом То есть она докрутила прыжок И просто падала Да-да-да Ну там может кьюшка там была Вот Но все равно за 3 дня Даже кьюшка Для меня шок Я не ожидала Что за 3 дня Можно выучить дупель Какие дети пошли Почему я так не могла сделать Да Вот И в какой-то момент Уже была То ли Предпоследний день Мне кажется был Я Тренировка заканчивается Я уже всех подзываю Типа все Давайте там на вращение И она что-то подъезжает А мы дупель как раз прыгали Я его Я в ногу приземлила Я такая Я не очень поверила Я подумала Что там Придумала Рассказывай В галку приземлилась Типа чисто Ну давай посмотрим Я смотрю Она выезжает Ну там Кьюшечка такая Я максимум галочка Ну в любом случае Такая Бау На следующий день уже Было почти прям чисто Но ровно В ногу И прям она поняла Как мах Куда вкручиваться Я такая Ну Это именно Я от ребенка зависела Потому что там Одно дело объяснить А другое дело Понять Что тебе говорят Она это поняла И Еще и применила На себе То есть Поменяла ощущения Это сложно Я по себе знаю Мне так же ломали технику Когда я учила тройные И мне было очень сложно Перестроиться И она вот смогла Перестроиться И затмить Это неудобно В живом случае Она вот это Как-то переборола И зато Сейчас ей удобно Мы сейчас онлайн С ней тоже Связываемся Она там видео Присылает Мы По зуму Да Ну кстати Это Такая Ходовая тема Ну потому что Мне самой Не хочется это бросать Хочется, чтобы она его добила И делала уже Реально чистый прыжок И легкий Мне это тоже Очень заинтересовало Даш У тебя папа художник И сейчас тебе Небольшой интерактив Выбирай любой маркер Один Который тебе нравится А, можно не один Сколько угодно Как же вы упустили момент Что художник папа не я Ну ладно Да Да, у Даши папа художник Поэтому сейчас мы попросим Даши Сделать нам граффити Арт К нашему первому выпуску Ты как поможешь? Что сделать? Мне нужно подушить Так, тихо-тихо-тихо А тут нельзя? Можно, где угодно Вот такой потрясающий арт Вы, возможно, сможете получить А, возможно, я заберу его домой Все-таки памятная вещь Спасибо Повесь себе в квартиру Это сейчас Вот так Получается, такая Адалина Сотникова сидит Ленту листает Листает Он такая Так, оп Даша Усачева Сделала Научила ребенка За 20 минут Аксель в 2,5 оборота Берем Свайп вправо Хорошо Это нам подходит Быстрая реакция Расскажи нам Ты у Адалины Сотниковой Так все было? Свайп вправо Свайп вправо Нет, мы связались Я буду в качестве Второго тренера Помощника Потому что Ну, на постоянке я не смогу В любом случае Каждый месяц Работать Потому что То там то съемки То там сборы Знаете Жизнь Подкасты Подкасты, да Вот Вот И Ну Мы вот Вроде бы как сошлись На том еще будем тоже обсуждать Что Ну, вот как набрать опыта Там же Разные возраста Там и маленькие дети И постарше есть Вот И то есть В свободное время Я буду Прям вот все, что есть В свободное время Отрабатывать там Вот В качестве Тренера-мощника Не знаю Специалист Как угодно Это можно назвать Для меня это Прекрасная возможность Чтобы Ну Опыт Лишним Не будет Никогда А вы Обсуждали Уже С Аделиной Вообще Твои мысли Планы Цели На сезон Ну наверняка же Это все расписывается Заранее А вот мы как раз Это и будем Обсуждать А вот это мы Обсудим с вами Но уже После Потому что Дарья у нас Едет на деловые встречи Как раз таки С той самой Аделиной Сотниковой Аделине Привет Кстати Если она смотрит Этот подкаст Слушает Смотрит Да Будет очень приятно Мне почему-то казалось Что ты бы хотела Сделать Больший упор На постановке программ Потому что Я знаю Что ты меломан Я знаю Что ты Любишь Включая музыку Что-то придумывать Даже Будучи не на льду Так ли это Или все-таки Тебя больше тянет На техническую Составляющую И вот Прыжки Вращение Это твое Безусловно Мне хочется Помогать С техникой Но вот Душа Я вот согласна Душа лежит К постановкам Потому что Для меня это такой Я даже не могу Это назвать Для себя работой Потому что Это какой-то такой У меня полет Фантазии И творческий Процесс Что Мне в кайф Потому что я реально Еду в такси Включаю музыку И я слушаю Классную песню Я уже думаю Что там Какие движения Что там Какая подача Все это будет Не знаю Это уже Мы с Тёмой Федоровичем Когда обсуждали Что это уже Что-то такое Ну это простите Профессиональные издержки Да Вот И То есть Если это не какой-то Просто банальный рэп То это будет В голове программа А под рэп В целом Можно дорожку Было бы поставить На показатели Можно Ну вот И да И собственно Я сейчас тоже У меня в планах Там уже есть Кто Обращался Там музыку режу Искали Вместе Музыки Ты сама режешь музыку Ребят Цифры Указаны Будут вот здесь Вот ниже Ну что Родители что ли Резать её будут Я режу Да Ну это же всё равно Удобнее Чтобы разложить Чтобы попадало На все там Прыжки Дорожки Вращения Ну да Мы вместе искали Потом договорились То есть Если это саундтреки То вот этот Вот этот Это нравится Ну всё Тогда их будем Там как-то собирать Клеить Чтобы было Вообще-то Приятно слушать Хотя бы Слушай, ну это очень круто На самом деле Знаешь, сразу Появился такой вопрос Вот весь Прошлый сезон Мы Показывали ВОКа Кстати говоря Смотрите У нас тут Смотрите Такая рекламная интеграция Покупайте подписку Оформляйте её Смотрите Всё на ОК и Спорт Всё покажем Расскажем Все международные старты И не только Будут показаны у нас На платформе Переговорили Вы всё В ОК и Спорт На оборот В На платформе ОК Я сказала Но в ОК и Спорт Всё чётко Мы Показывали Весь сезон Комментировали Международные соревнования Международные старты Все постановки Были очень разношёрстными Кто-то ставит под хип-хоп Кто-то что-то придумывает Какие-то новаторские идеи Ну то есть Это смотрится Прямо разнообразно И в ногу со временем У нас В России Все программы Это либо Какая-то Нестареющая классика Либо сейчас В этом сезоне Юниоров Мода Поставить Половину программ Я смотрела контрольные прокаты Смотрела ли ты Под русские песни Ну это очень патриотично Я согласна Сезон Да Тоже Учитывая то Что мы это всё делаем Внутри страны Имеет место быть Но тебе не кажется Что наши Наши постановки Это уже прошлый век Ну вот Во-первых Мне кажется Ну мне кажется Многим детям хочется И это тоже Скатать Как вот эта вот Спортсменка Или спортсмен Ну мне кажется А во-вторых Прогресс есть Потому что Тёма мне показывал Там что он нарезал Ещё что-то И там Там такой прогресс Это вообще Ну Тёма понимаешь Тёма не ставит Всем Я сейчас ещё хочу Да Но многим сборникам А про именитых спортсменов Если мы говорим Ну вот половина Будет кататься под классику Это в инстаграме я видела Выкладывал Он по-моему С Лизой Туктамышевой Что-то он там работал Ну вот слава богу Лизе Туктамышевой повезло И Тёма Федорович Поставил программу Ну хорошо Лиза Туктамышева Да Но все остальные Ну вот хорошо Вспоминая Прошлый сезон Вот ты Смотришь Российский Ты смотришь Российский старт Ну следишь По-любому За сезон Вот какую программу Вот сейчас Быстро ты можешь вспомнить Которая пришла тебе на ум Что она тебя прямо зацепила И это что-то новое Ты можешь сказать И необычное Меня врасплох Ну правда Ну сейчас даже вот В нашей группе Я видела программы Новые постановки Казалось бы Майкл Джексон Это тоже классика Вот у Аделии Петросян Но там такая нарезка Что я в какой-то момент Я думаю Её, по-моему Выкладываю этот момент Но когда все будут смотреть Поймут, что это момент Когда я испугалась То есть меня это вызвало Какие-то эмоции Что-то новое Я не ожидала Что такое можно вообще В программу вставить В соревновательную Что же там такое Господи Ну это вроде бы Вообще ничего Но вот для меня Ну мне это как-то удивило Чуть-чуть Это какая-то фишка В костюме Или в элементе Нет, это музыка была В музыке А, именно музыкальный акцент Да, да, да Окей Вот В целом И плюс мне кажется Это в новом поколении Вот сейчас И ко мне дети обращаются Родители скидывают музыку И в какой-то момент Даже я удивляюсь Что типа Ну это не для фигурного катания То есть мне скидывали Прям жесткий рэп Девочке нравится Жесткий рэп Да Я думаю Ну давайте что-то более найдем Такое Как вы хотите Но более спокойное Потому что там Там еще же не перевод Не смотрели даже Там перевод Но не очень Все запикиваем Да Там будет один Пи Окей Подожди Что скидывали Давай Я не помню название Я не помню название Пременного какого-нибудь 50 сента Не помню название Нет, там Один был Алорс Что-то там Я не забыла Название Давай напой Ну блин Это понятно Прямо Да, да А, французская песня Ну все Я поняла Страмая поет Да, да, да Вот Но это же не для Проката Маленькой девочки Но мы нашли Компромисс тоже И современно И больше Для программы Подходит Никто не цепанул Ну В этом нет Ничего такого Ну типа Это же Понимаешь Вопрос вкусовщины Мне цепануло На шоу-программах Матвей Ветлугин Это он Просто Матвей Это бомба Это бомба Я ему в личку писала Когда узнала Это будет Просто Разнос Девочки Разнос Я еще Да, я помню Мы сидели в раздевалке Я еще всем девочкам Кто был На этом турнире Говорю Посмотрите На его программу Вы офигеете Типа от этого Я сама ждала Ждала Я была в восторге Я тоже Матвей Ветлугин Я знаю Ты будешь смотреть Этот подкаст Слушать его Я заставлю Мы тебя заставим Не-не Он действительно Вот Человек Который Меня Прямо вот Зацепил Мне очень жаль Что его номер Остался недооцененным Как мне кажется На турнире Мне кажется Просто Как мне кажется И многим В комментариях Что просто Жюри Не очень поняли Эту задумку И возможно Не знали Всех программ Которые он Как бы Интерпретировал А почему Как думаешь Это происходит Не знаю Ну Может у них Не такая Заинтересованность В этом катании Может быть Они не смотрели Вот Более новые поколения Фигурного катания Немножечко Хочется поговорить Все-таки Отойдем От тренерской деятельности Хотя Ты родом из Хабаровска На каком уровне Было фигурное катание Когда ты оттуда Уезжал Это Извиниться Сложно назвать Уровнем было Ну как есть Ну потому что Я помню Когда я уже Выучила Тройные Ну это где-то Получается Лет 11 Мне было Ну мы всегда Приезжали летом Там к бабушке Помочь Все такое Там я каталась В это время Я помню Я дупель там Точно прыгала А девочки Ну только учили Не сильно И успешно учили То есть ставим Вот эти огромные Махи туда Ну не знаю Быстрее Выше сильнее Ну да Где просто Куча усилий Тратится на прыжок Вот Мне кажется Сейчас сложно Поэтому прыгать Следишь ли ты За уровнем развития Фигурного катания В своем родном городе Сейчас Нет Я просто Не видела Никого Чтобы Вот Девочка Из Хабаровска На таком-то соревновании Ну не доводилось А как думаешь Почему это происходит Нет Возможности Развития В городе Спорта Возможно Не знаю Потому что Меня тоже Дозвали Программу поставить Но по срокам Мы не сошлись Потому что Я Ну там Фраза была такая Что вот нам До этого числа Потому что потом Льда не будет То есть там Больше хоккей Все отдают Как и во многих регионах Я это тоже Все слышала Даже где я сейчас была В Нижегородской области Там тоже Я выхожу на лед А смотрю девочки Не на льду Короче вы стоите Выходите Рассказывайте А у нас собрали лед У нас вот сейчас Гонкобежцы там Я думаю Расписание же есть Вот они приехали И вот Ну то есть там Кому не ходи Они приехали И им надо лед отдать Просто перед фактом То есть ставят И все Да Интересно А если бы позвали Сейчас тебя Туда На там Какой-то определенный срок Тренировать Сказали бы Даша Мы без вас не можем Тренеров нет Специалистов не хватает Только на вас Вся надежда Поехала бы Ну почему нет Я сейчас так и езжу В разные города На небольшие сроки А тренеров там Я лично Конечно же не помню Но я знаю Кто там Тоже по рассказам Мама спрашивала Она прекрасно тоже их помнит То есть Какой-то тренер С моей сестрой каталась Еще Кого-то она тоже знает Кто еще Сестру тренировал Ну то есть там Все знакомые На самом деле Даша Задумываешься ли ты О тренерстве за рубежом? Ну честно говоря Пока Не то чтобы Ну то есть По крайней мере Точно не постоянно Потому что Я не представляю Чтобы я Жила Вообще В другой стране Одна Без всех Друзей Ну не знаю Как-то мне некомфортно будет Пока что так То есть даже когда Заходя тему Про танцы Было предложение В Америку поехать Но я отказалась Это все Жить там В три раза дороже Потом Опять же Одна там Просто вдали от всех Не знаю Мне кажется Во-первых Я тот человек Который умирает от одиночества То есть я не могу быть одна Мне нужно Либо там с кем-то На телефоне Общаться Переписываться Лучше в компании Если я одна Дома Вот это для меня убийство Для кого-то это отдых Для меня это ужас просто Мы действительно Обошли тему Танцев Было предложение Поехать туда Кататься А с кем? Юниор там Один Ну кто? Уже чего? Ну а? Он был с нами В этом просто В Абудабе И хорошо А был еще трояут С Дарио Черезаново В Абудабе Почему не сложилось? Ой, ну Это уже Не у меня спрашивать Я так и Честно говоря Прям точной Точной информации И не узнала Мы получается Неделю Вместе прокатались Уже все было окей Ну после этого Ну вот так вот Я не знаю Честно Почему точно Не знаю Просто все шло В целом Очень даже хорошо А были еще пробы Ну вот помимо Загадочного Ноа Дарио Черезан С кем-то Ой, ну Прям таких проб Не было Я ездила К Рублевой Шефер Вот там тоже Неделю По-моему Прокаталась Или несколько дней Точно не помню Вот С Данилой Он не за Россию Вообще Изначально катался Честно Ты не похожа На человека Который бы Вот так вот Легко сдался Типа Попробовал С Дани Попробовалась Но не получилось Там Я заканчиваю Все-таки Наверное Какие-то еще Были мысли Которые тебя Останавливали От того Чтобы дальше Пробовать Пытаться Да Это были мысли О том Что это Я прекрасно понимала То есть У меня не было мысли Что танцы Это легко Я сейчас Быстренько Там это Вкатаюсь За месяц И все будет Прекрасно Нет Я прекрасно понимала Насколько тяжело А потом я еще Убедилась На том Насколько это тяжело Вообще Работать В паре Вот И поэтому Я так Когда вернулась Уже В Москву Что-то каталась Каталась Начала прыгать Поняла Что Да В целом Мне никто И не нужен Я одна Хочу кататься Чтобы Все зависело От меня Только А не Еще и от партнера Или от меня Там его Какой-то успех Ну то есть Это очень большая Ответственность Лучше я буду Ответственной Только перед С собой Ну Такой вот момент Тоже сыграла роль Ну и В целом Мне наверное Нужно было Попробовать Чтобы вот Это Не жалеть Потому что Вот Если бы я Попробовала Я бы туда ушла И все было бы Вот у меня вот так А я попробовала Поняла Что все-таки Вот я вот так хочу И Как бы Такой Закрытый гешталь Можно так сказать Потому что я всегда Хотела попробовать А Не сказалось ли На этом травма Было ли это Одним из факторов Это наверное был Повод попробовать Как раз Потому что Я реально всегда хотела Мне это было интересно И если многие Наоборот считают Что танцы Ой Это скучно Неинтересно Мне всегда нравилось Это И мне как минимум Было интересно Попробовать И вот И это наверное Сыграло Как такая Толчок к этому Как возможность Попробовать Когда если не сейчас Так сказать Ну то есть Не было такого Блин Это тяжело Еще и болит И вообще Не знаю Справлюсь я или нет Потому что Вот ты сама говоришь О том что Я не хочу Делить ответственность Потому что Партнер Это работа В паре И если бы там Допустим Меня не дай бог Что-то заклинило В какой-то момент В одной из поддержек Наоборот Так там У меня ничего Не болело На самом деле Тема Которую не могу Не обсудить Это тема Алины Горбачевой Которая Как мне кажется Вергла Абсолютно всех В шок Ты Следила за ситуацией Мимо тебя Эта история Не прошла Я видела Тоже Публикации В социальных сетях Какой была Твоя первая реакция Вообще на это Я Была На льду Как раз В этом Ну в Нижегородской области И вижу эту новость И у меня Вот как-то Вот резко Вот такой вот По всему телу Такой шок Прошел В смысле Но мысли были Еще что Все окей Это там Мало ли что А потом Вкинули новость Про вещи Вот эти вот Что у нее вещи Там Что-то рюкзак нашли И тогда я уже Прям очень сильно Испугалась Я весь день Была на нервах Мысли в голову Лезли очень разные Что у меня Что и у мамы Мы с ней тоже созванивались В какой-то момент Я вообще У меня реально Слеза потекла От вот этих Что может быть То есть я прям Очень испугалась Как я думаю все И я прям следила За первыми новостями Чтобы Исключить Самое страшное По крайней мере Знакома ли ты с Алиной? Да, конечно Мы с ней Пересекались На одном соревновании На Спартакеаде Это был Вот последний старт Перед карантином Как раз Спартакеада Там была я Соня И Алина Горбачева Мы за Москву Как раз В Москву выступали Вот И вот там Мы с ней Пересеклись Какое она Впечатление Производит Душа компании Ну такая Активная Девчонка Общительная Я с ней близко Незнакомая Не могу сказать А с тренером? Не видела Их контакт с тренером Наше знакомство Было на Привет пока Как дела Там Медальками рядом Постояли Что посмеялись Все То есть Знакомые В таком духе Хорошо Если возвращаться К ситуации Которая произошла Как ты считаешь Что это? Крик о помощи Или Просто трудности Переходного возраста Потому что Все-таки Увы Ну у вас Не такая большая Разница в возрасте И мне кажется Что ты можешь Ее понять Ой Не знаю Я С осторожностью Берусь Обсуждать Эту тему Потому что Видела много Реакций на это И Прекрасно Понимаю Что Как бы Не мне это Обсуждать И Что-то Говорить за нее Со своей стороны У меня просто Не было таких моментов То есть Понятное дело Всегда происходят Какие-то там Психи Что Ой Я вообще Сейчас там Уйду Еще что-то Но это все На этом и заканчивалось То есть Что Ладно Куда я сейчас пойду Да и в целом Всегда со моей мамой была И До 15-16 лет Все С тренировки Поехали домой Там в школу То есть Сюда со мной Не дай бог что А у меня мама Очень на это Что-то переживает То есть Я даже сейчас Когда ездила В эту Мама просто Каждый час звонила Даша Все хорошо Все хорошо То есть У меня мама Очень на это Что-то переживает Что Не дай бог что случится Там Будь там аккуратна Там только на такси Все дела Ну то есть У меня мама На это Что-то очень переживает И поэтому Она и насчет Алины Очень сильно переживала Кто виноват И что делать Что делать Кто виноват Тоже не происходит Что делать Ну Ну Там каждому Мне кажется Есть что делать С одной стороны Ну как минимум Помочь Вот что Точно верно Помочь Разобраться Именно Алине В том Ну какая-то причина Все равно же была Почему она ушла И вот помочь ей В этом разобраться Поддержать Наверное Что она все равно Ребенок И Хотела Чтобы Не знаю Может быть Она хотела Чтобы вот Как-то Все это Ее поддержали Помогли Я не знаю Ну как минимум Вот что я могу Сверху сказать Это вот помочь Ей в этом Во всем разобраться А кому Ну это уже Не мне решать Кому Немножечко Еще тебя Помучаю Ты говорила О том Что выполнила Свою миссию Будучи спортсменкой На 90% Остальные 10 Это что? На 90% Многие восприняли Это как вообще В целом 90% А я говорю Про свои 90% То есть Из своих возможностей Которые я Ощущала У себя Чувствовала И понимала Какие они есть Ну 10 Да это в любом случае Понятно Я уверена Что я могла Еще больше Там пахать Работать Поэтому Я их оставила Потому что Понимаю Что Не понимаю Я уверена Что можно было Может быть Еще больше С чего-то сделать Розыгрыш Розыгрыш Дарья Что вы нам Принесли Можно узнать Пожалуйста Да Да Разыгрываем Сегодня Вуду Я из нее пила Что по чесаю Ладно Ну хорошо Расскажи Даш Мы обязательно Покажем Это Вот здесь Вот Ой Ой Прости Вот здесь Вот на картинке Или вот здесь Вот на экране Что это такое И что с этой вещью У тебя связано Это От сердца Отрываю Я еще думала Может что-то еще поискать Не думаю Ну ладно Отдам Типа Винни-Пух И не просто Винни-Пух Там Он из Японии Там этикеточки Написано Иероглифами Все Никакой Это Винни-Пух Его бросали Юдзуру Ханью На финале Гран-при в Турине Когда я еще по юниорам каталась И мы маленькие девочки Нам такие Можно туда идти Забрать Что хотите Там реально была целая Такая огромная комната Там высокие потолки были Зашторенные Мы открываем шторы И там просто Гора игрушек В частности Желтых Винни-Пухов Мне кажется Это очень памятная вещь Потому что Во-первых Кому его кидали Во-вторых На каком соревновании И в целом Для меня Вот этот вот Турин Сама арена Очень Была для меня Приятной И соревнования То есть Они мне еще В душу запали Там куча у меня Всяких фотографий Воспоминаний Знакомств новых С ребятами То есть Оно прям Очень мне в душу запало Мы еще помню Прямо Забрались на Самый-самый-самый Верх арены И вот смотрели На того же Юдзуру сверху Вот так сидели Свиньбухами Смотрели Скучаешь по этому чувству? Ну конечно скучаю Но не то Скучание Что вот Все Это закончилось А с тем что Блин Было круто Вот Даша Спасибо тебе Во-первых Во-вторых Мы обязаны сказать Кто же выиграл Этот приз Интересно И это была Аня Есть у нас Имя пользователя Ник Который будет тоже Где-нибудь Вот здесь вот написан Поздравляем вас Памятную вещь Обязательно передадим И я напоминаю Что все конкурсы Будут проводиться В телеграм-канале моем На звании вы видите Что там в миксте Поэтому обязательно подписывайтесь К следующим выпускам Тоже будем готовить Что-то очень интересное И каждого гостя Будем просить Приносить Попамятные вещи Да, Жуля, спасибо тебе огромное Спасибо Ура Бау Ну было здорово Мне понравилось